говорит ли кто говори как слова божии дорогие друзья мы рады приветствовать вас на телепрограмме импакт влияние и сегодня у нас будет очень интересная программа вот на тему говорит ли кто говори как слова божии мы сегодня будем говорить с вами о проповеди и о проповедниках и в нашей студии я сегодня рад приветствовать представить магистр богословия первоукраинская церковь юрий щерба шановне телеглядычи я витаю вас нашему эфире я переконанный что у нас сегодня будет цикава та сбудовуюча передача да спасибо юра благодарим и также доктор практического служения декан программы подготовки проповедников в интернациональной библейской семинарии андрей ходорчук рада вас видеть витаю друзьям дякую за запрошення за зместована я надеюсь программу и цикава актуально тему цикаго росна для наших церков сегодня да спасибо итак дорогие друзья вы наверное уже поняли услышали что нас сегодня в таком тестовом режиме будет двуязычная программа и вы конечно же присылайте ваши комментарии чтобы мы могли услышать понять насколько это актуально важно и интересно вот а так как мы говорим о проповеди ну конечно же братья первый вопрос что такую проповедь ну для человека верующего то понятно да все мы видели и слышали в церкви возможно нас смотрят те кто не совсем понимают что такое проповедь есть люди из православной церкви для которых проповедь то что такое может быть странно привыкли пение батюшки слышать там вот это проповедь что-то да юрий вот что такое проповедь для обычного человека ну я вважаю что насамперед проповедь это послание это послание от Бога до конкретных людей ось мне подобается вишек апостол Павла в письмене до коринтян пишет что мы как посли заместь Христа да то проповедник это как посол и мы понимаем что задача посла это сказать все что ему доручили не больше и не меньше и известно для того чтобы это сделать он должен очень четко и ясно понимать позицию своей страны своего своего уряда и соответствовать именно эти позиции то посол он не имеет права на свое как мы скажем а личное мнение точно так же проповедник задача проповедника это донести людям что думает Бог по тому чему-чему питанию ну и известно чтобы это сделать он должен погибленно вивчать Библию то есть в любом случае он не от себя должен что-то делать что-то говорить да а известно чтобы посол он говорит для себя то его напевно скорее всего с работы звольнять андрей можно как-то дополнить картина но мне кажется что тут скорее проповедника актуализация послания древнего тексту для сучасной аудитории то есть это не просто информация для публики чтобы ее развивать чтобы ее знаешь где-то зацикавить и мотивировать это не психологический тренинг как кто-то вважает там не какой-то менеджмент как в жизни успеху достигнуть это актуализация священного тексту в сучасных реалиях это что называется в теологии контекстуализация когда ты в контексте нашего часа древний текст священной библиной книги скажем писать актуализируешь для детей для пилетки для молодей и робишь цей текст практичным и а керующим для життя в сучасных реалиях и в этом мне кажется самое главное мистерство проповеди и в этом и главная складность прокласти дорогу от тексту до сучасной аудитории возможно странный вопрос будет звучать но если когда нас смотрят иногда православные то ну православная церковь священник поет тексты библейские это традиция схидной церкви так традиция а почему у нас проповедник проповедует а не поет а ну а в мизе православной церкви тешевченя и бувайте я декабли да да не мандрик ураев там аль ткачук я таки там до речи украинского походження який перешел православий человек а вони проповедуют и я на раз лухаю их проповеди тому тени ки спин а цифра традиция контекста ки більш схдного ского формату колы текст спевую ци колы текст формы поединju уклут Ну, библейские псалмы, это же тоже песни, как бы мы проповедуем. А псалмы делятся на деякий этап. Есть псалмы повчальни, они относится к определенной категории, и мы тоже можем спевать. И даже когда Павел пишет про псалмы, он говорит, что вы спеваете, вы будете одно одно, потому что это тоже проповедь. Хорошо, значит, когда мы говорим о проповеди, ну, такое определение мы дали, да, что мы это как послы переносим, передаем слово от Бога, да. По каким критериям мы оцениваем, либо должно оценивать эту проповедь? Почему мы говорим о это хорошая проповедь, о это вот, ну, так себе, да? Да, но мне кажется, что проповедь успешна тогда, когда она достигнула своей цели. Например, если я сегодня проповедую про то, что нужно прощать моих врагов, и когось это слово настолько торкнулося, что сегодняшний день слушатель решил избавиться своей образы, ну, это значит, что проповедь удалась, как мы говорим. Но тут мусить быть эти два компонента, которые уже заявил Андрей, да, это первое, я должен на основе Божего слова показать, что такое прощение, что такое образа, в каких случаях, как это нужно делать. И второе, я должен эту идею, эту думку донести до слушателя 21-го столетия, как это слово относится меня, моих ситуаций, моих конкретных проблем. То есть, когда люди это понимают, что им дальше делать, я считаю, что проповедь успешна. Ну, это хорошее вопрос. Мне кажется, что тут есть два компонента. Как оценить качество проповедей? Да. Ширина и глубина проповедей. Ширина – это рост церкви. Если церковь увеличивается, люди вертаются к Христа, церковь увеличивается к количеству, это тоже важный показатель, что проповедь працюет. Другой момент – это глубина людей. Люди меняются на практике. Древние говорили так, что если верна ортодоксия, то есть учение, то будет верна ортопракция, то есть практика в церкви. Будут сбалансированные выхождения детей, будут целесные шлюбы в церкви, будет сбалансировано молодежное служение, будет миссиональный отдел, обучающий отдел, працювать. Мне кажется, это баланс. Так они не работали в организационном отделе церкви, все это наладить или старший пастор его ответственность, а проповедник должен как бы просто слово сказать. Справа в том, что это же не фирма, это же не менеджмент, это идея, которая выходит, чому мы должны это делать, и мы идем до тексту. Неможливо разделить проповедь от тексту. То есть мы, чем она отличается от лекций, или от ораторского мистерства, что мы работаем с текстом. Поэтому мы занимаемся богословием. Мы выдаем точку зору для жизни на основе тексту. Мы не говорим, я так Андрей Виршев, или Юра, или кто-то, поэтому меня слушайте, так вот живите. Ну, это не авторитет. Ну, да, может быть, какой-то авторитет, там, особистый мой пример, ваш или мой, но мы же апеллюем до, что написано. Поэтому мы оцениваем эффективность проповедей не по тому, как хорошо я сказал. А потом, чей зрозумели текст для людей, и чей впливает он на них более практично. Это, что Юра только что сказал. Ширина и глубина. А вот есть какой-то практический пример, вот, ну, твоей проповеди или чей-то другой проповедью, что вот люди так посмотрели, оценили и сказали, вау, смотри, вот проповедь прозвучала, и вот реально начались такие вот действия. Ну, а, если говорить за власный приклад, я вважаю, что это не успех проповедей, когда до меня кто-то приходит и говорит, вау, у тебя была такая классная проповедь, я вот записал, запамятал там три пункта. Для меня это не комплимент. Для меня это комплимент, когда кто-то приходит и рассказывает, то есть ты говорил такую проповедь, такую тему, воно мне торкнулося, и как результат этого слова моё життя изменилось, вот моя ситуация поменялась, я зрозумел, что мне нужно делать. То есть вот для меня важливо, чи есть плит в этой проповеди, а просто запамятать информацию, текст, ну, это еще не результат. Ну, плюс важливо, что Юра сказал, это более-таки, знаешь, стратегический вплив. Мы не можем ожидать, что там закончилась проповедь, прям взрыв церкви, пробуджение, там, бывают такие вещи, но это уникальные вещи в истории церкви. Зазвичай, это закладывание фундаменту, на котором позже строится жизнь. Да. Ты сегодня просил мою проповедь, твою, его. Списал эти пазли вкупу. То есть нельзя сказать, прямо сейчас я прослушал проповедь, нельзя сказать, это была успешная, благословенная проповедь или нет? Ну, я думаю, что эффективность проповедей, она вимиряется годами. То есть, когда люди находятся под впливом библейного учения, постоянно с годами, соответственно, у них формуется правильное мысленное, они живут, соответственно, Божьему слову. Это то, что мы говорим, как эффективно батько виховывал детей. Ну, это мое показать время. Да. И життя дитини, и життя его семьи, и как он карьеру строит, какие у него привычки в жизни появились, или наоборот, и от чего он отказался. Так и работает церковность. Поэтому есть такая фраза одного служителя, ревень церкви визначает, ревень проповедей визначает ревень наших церков. И, обычно, то, что мы учим, то и практикуют. То, что мы не учим в церкви, то и не практикуют. Поэтому мы ответственны за наши церкви, потому что мы, фактически, ведемо церковь. Да, да. Это эффективность. Так, дорогие друзья. Ну, я понимаю, что, может быть, для некоторых из вас переход с русского на украинский слушается по-странному. Я сам из Беларуси, из Минска, поэтому для беларуса немножко проще, возможно, чем для русского человека понимать украинский умову. Живе Беларусь. Да, живе Беларусь. И, ну, в таком тестовом режиме, да, мы пробуем разобрать эти темы. Юрий, вот все-таки у нас в церкви есть много благословенных служителей, проповедников, но о которых другие люди говорят, что вот этот чудесный, подходит, как ты говорил, подходит к ним, значит, ой, вы сегодня такое сказали. Комплименты. Да, комплименты говорят, вот. Но все равно вот если так в общем посмотреть те церкви, о которых ты слышал, знаешь, видишь, по интернету смотришь проповеди, в целом как можно оценить вот уровень проповедников высокий или, ну, как-то так скромно сказать, не очень высокий? Знову ж таки ми дивимся в загальному, не говорим про каких-то конкретных осіб чи конкретную церкву, но, ну, на первое я понимаю, что судить про уровень проповедей – это справа деликатна и субъективна. Тому хотів би, напевно, больше опертися на такі объективні фактори и сказать, что, на жаль, ровень досить низкий. Низкий. А чому я так вважаю? Потому что, скажем, вот, первое, давайте возьмем за винятком недельного ранешнего зібраня. Сколько людей приходить до церкви неделю-вечері або на вихідних днях? Ну, и мы понимаем, что, если в загальному взяти, то процент, он не очень высокий. Я вважаю, это и певный показник. Математика – это наука объективна. И мне подобается, как одного раза сказал Мартин Ллойд Джонс, он сказал, что, если люди не приходят до церкви, то в большинстве случаев, то почти всегда за это отвечает кафедра. Ну, и, конечно, он не имел на увазе деревьяная кафедра, а, скорее всего, тот, кто за ней стоит. И что проповедует. И что проповедует, да. Второй аргумент того, что уровень проповедей низкий – это то, как мы можем зауважить, как и в традиционных, и, возможно, в современных церквах, музыка витесняет проповедь. То есть проповедь стает на задний план. Прославление, как важно. У кого-то долгое прославление, у кого, возможно, нет прославления, то там столько буває музичных номеров, что там в конце проповедника остается каких-то 15 минут на проповедь. Про что это говорит? Это говорит про то, что людям стало легче слушать музыку, чем слушать проповеди. А я считаю, что это говорит про уровень проповедей. Потому что, когда проповедь цикава, она захопает людей, люди ждут на слово. То есть, если люди на слово не ждут, это говорит про уровень проповедей. Ну, и, напевно, третий аргумент – это в том, что это загальный або средний ревень знаний Библии из членов церкви. Я думаю, порой можно удивляться, когда ты общаешься с человеком, которая выросла все життя в церкви, как она не понимает самих порой простых, элементарных, базовых истин Божого слова. И мне пригодится, как Иисус одного раза сказал, что «синовекость его догадывается синов света». Возьмем, скажем, любой учебовый заклад, начиная от средней и загальноосвитной школы, заканчивая университетом. Для того, чтобы оценить успех учителя-професора, что делают – тестуют студентов. Ну, и если средний ревень студентов знаний – он очень низкий – в свете понимают, что проблема не в студентах, а в профессорах. Ну, тут важно уточнить, Юрий, я думаю, что окременные люди – это продукт своего времени. Мы не можем ожидать от окременных служителей и проповедников сегодня больше, чем те сферы вплыва, которые вплывали на них в свой час, в котором они жили. И окремое сухое дерево ты уже не смеешь, и не нужно его менять. Краще работать с молодшими, которые еще могут где-то поднимать свой ревень. Тут несколько факторов, которые вплывали на ревень. Во-первых, это технологический момент. Появилась цифровая конкуренция. Сегодня люди смотрят, ага, вот там так говорят, а что тут у нас? Тут нема что слухать. Ты пойду туда в YouTube, там мега-чорс, там Ти Ди Джейкс, там Севен Фуртик, там еще кто-то глобовный, там Алестер Бекк, там еще кто-то. И справа в том, что дейсно… А чому они так говорят? Багато моментов, они пришли до нас на более качественном уровне. А по-друге, тут спрацьовывает фактор освитий. Люди раптом зрозумели, что нам нужна освита для проповедей. Один из ранних епископов… А почему раньше это не понимали? А не было возможностей. То есть… То есть… То есть ты имеешь на увазе в Радянскому союзе не было возможностей? Захидная Украина, приезжает епископ, вот видите, Артур Берггольцев называл, да? Молодой брат, который помогает започатковать Петянский союз на Захидной Украине. Он собирает наших всех братьев, працюет с ними деякий час, и в конце он делает такую заметку. Братя горят быстро, но не долго. Потому что нет сировины, которая бы горела. Понимаешь? Да, да. То есть он говорит, что да, братя ревни, братя молодцы, они молятся голосно, вот, но нет стратегии, а что дальше? Вот мы тиждень помолились, хорошо, сделали оркестр, сделали церковь хор, хороший воршип, но церковь надо учить. Библия говорит, что Павло и Варнаве речь в Антиохии церковь. Вчать! Тогда начинают называться христианами люди. То есть, а мы как мы хотим? Мы хотим выехать на таких фастфудах, знаешь, вместо хорошего стейка дать крему, вот возьмите там музычку, вот вам кемпинг, вот вам зизнера в рюк, и, наверное, церковь мае все зрозумевать вот эти все вещи и компенсировать отсутствие качественной подготовки. Технологичный фактор и освещенный фактор. Но я хочу добавить это тут еще. Сейчас я уточнить хочу. Если говорить о современных церквях, это похоже Украина и Америка вот в соотношении каком-то? Да, в некоторых речах так. Я побывал этот год, я побачил все-таки певную схожесть, потому что мы же привезли сюда себе, мы же не привезли сюда Америку. Ты согласен с Юрием, что уровень невысокий проповедей? А тут с освитою еще сложнее, потому что нет времени. Цикавый момент, я учился в украинских семинарах и я понимаю, почему научились американцы в Украине. Тут это стоило бы страшных денег. А по-другому, в них нет времени. я отдал Богслововскому святу 11 лет. Ну, где мне в Америке взять 11 лет? Сколько мне нужно финансов? Где мне столько спонсоров найти, чтобы достать докторскую или моторскую ступень в Америке? И тут брати, они уже приехали, те, что было там, они уже умели взять. Они привезли сюда, открывали наши славянские церкви. И у нас что теперь входит? Ну, вот 90-й уровень, который был, методика приехала сюда, другой контекст, другие вызовы, и оно не работает, оно рвется там, где тонко. И у нас, вот таки, знаешь, баланс на лезвии ножа. Вот, десь трошки в право-лево, а то розкол, то розділення, то діти пішли окремо, батьки окремо. А все в плане в том, что проблема та же самая. Потребно відроджувати американскую евангельскую світу. Відроджувати її. Робити братів твердішими в этом плане. Хотел дополнить, да? Да, мне сподобалось, как ты сгадал, трошки исторический контекст. Есть такая книга, которая называется «Просила Россия, дождя Господа», Владимир Франчук. Досить поглиблений аналіз христианства на бывшем Радянском Союзе. Так ось, до чего я хотел сказать, что до Радянского Союза наука была набагато більш розвинена в церквах. И она, так скажем, трошки заомерла за приходом Советского Союза, потому что это подавлялося. Но что я зауваживаю, что оцей Советский Союз повпливал на мышление многих людей. Багато старших братьев могут сказать, что мы когда-то не учились, и Бог благословлял. И я до какой-то меры с ними сгоден. Но я это сравниваю, как, скажем, евреи в пустыне. Почему Бог давал манну? Бог их харчував. Потому что у них не было возможности что-то садить. И Бог над природным способом их кормил. Я это бачу, что-то такое, наверное, происходило до 90-х годов. Можливости вчитись не было у братьев, и Бог давал певное слово, Бог кормил свою церковь. И то шукали. Да. Скажем, но в день, когда они перейшли Юрдан, мне не стало, Библия пишет. Все, закачайте рукава, садить виноградник и працюйте. И сегодня, мне кажется, это время, когда манны уже нет. Бесплатного вот этого надо закачивать рукава, дослеживать писание и працювать. Но братья живут ностальгией, что колись была манна. Что колись была манна. Ну, мы уже перейшли тот период. Сейчас мы плавно переходим уже к призванию, к помазанию. Ну, еще закончить уже этот вопрос. Все-таки некоторые верующие понимают, что не важно, как там, я что вышел, проповедуешь, и все, главное до кафедры добраться, а там уже как-то разберемся. Так вот вопрос, будет ли какое-то взыскание за таких проповедников, которые небрежно относятся к служению, к проповеди, то есть они понимают, что он серьезно должен работать где-то там, да, вот, а потом за пять минут до собрания где-то там что-то же он произвестал, посмотрел, и уже выходит. Как вот Бог реагирует на таких посланников, которые... сказал этим, брат, я им уже и так поясню, уже и так, уже и сам по нему зрозумевшим, а они хорошо не зрозумели, да. Бывает и так, знаешь, Павло пишет что-то, Тимофея, постарайся представить себя Богу бездоганным працивником, делателем неукоризненным, да, делатель, работник, который верно преподает слово истины. То есть это работа, раз, это труд, а друге постарайся, чтобы это было верно преподавание, верный выклад. Абсолютно это ответственность. Я люблю такую фразу, что мы ответим, как проповедники за зерно, которое мы даем, но мы не ответим за землю, в которую оно падает. за людей. Ну, за зерно мы ответим. Что мы садим в тех людей? Да и пророста. Садим там теорию процветания, которая не библейная, она процветает в людях. Садим учение, что есть библейное стиление, духовное хрещение, оно пророста. То есть то, что я сказал, ортодоксия, правильное учение народжает ортопракцию, правильную практику. И наоборот. Хорошо, в чем это будет проявляться? Как это Бог будет показывать? Ну, я взагалі я сгоден с братом Андреем, и я вважаю взагалі, что никакое служение Бог так строго не будет судить, как служение слова або проповеди. И, наверное, если бы проповедники это понимали, много из них бы тримались чем подалее от кафедры. Мне подобается вирш, смотрите, что пишет Яков. Третий раздел, первый вирш. Я по-российски прочитаю. Он говорит, братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. В английском переводе написано, we who teach will be judged more strictly. То есть, те, кто навчают, нас будут судить на много строго. Мне кажется, что Яков, мы знаем, он был пастором Иерусалимской церкви, он стекнулся с проблемой, которая сегодня есть в многих церквах, я бы сказал, великих мест. Не была бы то Иерусалимская церковь. Какая у них проблема была? Много желающих проповедовать. И, наверное, там по селам, возможно, біля Иерусалима не было кому, а в Иерусалимской церкви, центральной церкви. Ну, все хотели. И вот, смотрите, что говорит Яков. Он не говорит, братцы, давайте все. Он говорит, братцы, не спешите вставать за кафедру. Вставайте в черву. Чому он так сказал? Потому что он говорит, Бог будет нас судить за наши проповеди. Что мы учили, как мы учили, чи мы правильно наставляли народ. Чему? Потому что это зависит доля людей. Люди будуют своё життя, опираясь на то, что мы проповедуем. Памятаешь, как в пророке Оси, если я не помиляюсь, написано, что гиненарод мой за недостаток знания. Как там по-русски? Гиненарод. Гиненарод за недостаток ведения. А откуда ведения? У священника ожидают ведения. Люди чекают знания. Да? Пише другий пророк. Тобто, я взагалі переконаний, що багато проблем нерозвязаних вузлів в людей, в церквах від того, що немає здорових, глибоких, біблійних, промолених проповедей. Люди гинуть, так як написано. Дехто з них навіть йде в пеклу тільки за того, що він ніколи не чув здорового слова. Можливо, як брат Андрій сказав, все, що він чув, це процвітання, це ще щось позитивне, але він ніколи не чув поглибленого слова про спасіння і так далі. Ну тут комплекс, тобто, це і зцілення питання, це питання виховання дітей, це питання і шлюбу, це питання і бізнесу, фінансове служіння, це питання кар'єри, звідки ми взнаємо там інформацію про дошлюбну підготовку. Це все комплекс. Павло каже до одного із церков, я не упускав вам звіщати всю волю Божу. Це комплекс на всі сфери життя. І, до речі, Ліо Франк, відомий пастор з Німеччини, він якраз говорить про стратегічне планування проповідей. Що ми ставимо за ціль на цей рік? Сімейний вектор, більш там, духовний розвиток. Щоб це було збалансовано, а це вже аналіз стратегічного планування проповідей. Ага, браття, ми робимо так. Так а може це чоловічний фактор? А треба наоборот помилитися, як дух відкрив, ти одразу вишив і... Не треба це протиставляти, як або це, або це. Я би це завжди сприймав разом. Ну, помилитися духом, це в будь-якому служінні потрібно. Не знаєш. Але коли ми беремо такий дисбаланс, бо що Біблія каже, є різні дари, потім Павло каже, є різні служіння. І за цього і різні прояви цього служіння. Тому не треба думати, що помилив, значить, то тільки така проповідь може. Але все одно так виходить, що є проповідники, які втягують на емоціях. Тобто, як зажгли, вийшли, все і всі, бам, яка проповідь була. Подача емоцій не має бути. Без цього ніяк. Тобто, є те, що має бути. Просто, якщо ми тільки хочемо накормити людей емоціями, це проблема. Три речі. Хто говорить? Що говорить? І як говорить? Ну, відносно того, що хто говорить, а хотів би додати на певну одну думку, я вважаю, що це, взагалі, найголовніший елемент або аспект проповіді. Чому? А це проповідник? Тому що ми всі проповідуємо з тої ж самої Біблії, а чомусь ефект буває зовсім різний. Чому? Тому що для мене, знаєш, проповідник – це як канал, це от, ну, як труба, да, через яку проходить вода. Там джерело, воно чисто, вода чисто подається з Божого слова. Але це слово, воно повинно пройти через внутрішність проповідника. Якщо, вибачте за вираження, труба ржава, ви в тої води не захочете пити з тими всіма залишками. Вода буде сприйматися, як ржава теж. Так. Вода буде сприйматися. Хоча вода може бути хороша. Тобто, я вважаю, от, напевно, найважливий принцип для кожного проповідника – перед тим, як готувати проповід, треба підготувати себе. Щоб оця, скажімо, цей канал, він був чистий. І другий приклад, наприклад, до чого я можу приємнати проповідника – це до музичного інструменту. Я граю на гітарі, наприклад, і я розумі, якщо гітара розстроєна, як би я віртуозно не грав, ну воно не звучить. Людям неприємно. А візьми, скажімо, гарно підстроєну гітару. Ти три акорди вивчив – вже можна пісню грати, вже люди будуть слухати. Так само проповідник. Порою, можливо, не такий високий рівень знань, але якщо є правильні відносини з Богом, оця внутрішність чиста, воно сприймається, воно будує людей. А якщо там грязно, воно не звучить просто. Франциску Асійському належить така фраза, дуже відома – «Завжди проповідуйте, інколи використовуєте слова». Так. І коли немає оцього… Ну, проповідь – це ж завжди слова. Але розумієш ідею саме, що твоє життя є проповідь. Афорізм, так. Арістотель говорив, древній грецький філософ, для своїх ораторів, яких він вчив, три фактори, які впливають на успішність любої промови. Він говорив про три грецькі слова. Це етос – це хто ти такий, як особа, яка говорить. Це найперше для нього було. Потім логос – це по-грецьки слово. Що ти говориш? Чи є в тебе, щоб почути? І патос – як ти говориш? І ці три слова – вони формують успіх проповіді. І ми не можемо… Знаєш, я маю хороше слово, але я ніхто для людей. Один брат каже – їдемо в ту церкву, відвідаємо людей. А другий – ні, їдемо в другу, бо мене там знають. Воно так не працює, розумієш? Щоб ти там тоді не мав, який би ти емоційний не був, молитвенік. Якщо тебе знають отак, то все. Ти вже все сказав. Так, то человек, що говорить і як говорить. Хорошо, вернемся ще к призванию. Есть люди, які призван, не призван, пошел і все, і вперед. Що ми включаємо в це слово «призвання»? Тобто це якісь природні задатки должны бути в чоловіке, якась-то вже способність выходити, общаться с людьми. Либо це вообще нічого не важливо, а приходить какой-то момент, раз на чоловіка сходить благодать, і вже не важливо, тоді він учений, не учений, знає, не знає, умеє, не умеє, там, способен, способен, а вже в ньому це призвання, виробляє це помазання і воно дійснює. Як правильно? Знову ж таки, Чарльз Перджет, якщо не помиляюсь, він сказав, що якщо Бог хотів, щоб птах літав, то він дав йому крила. Знову ж таки, це не означає, що птах почне літати з першого дня після свого народження, або що йому не потрібно вчитись літати. Але це означає, що у нього є крила, і значить, коли він підросте і прикладе відповідний зусиль, почне махати своїми крилами, він почне літати. Оце проповідник. Тобто є покликання, це не означає, що якщо людина покликана, вона одразу почне проповідувати з першого дня після свого покаяння. Це не означає, що якщо вона є покликані, їй не потрібно вчитись. Але це означає, що якщо вона прикладе зусиль, вона буде проповідувати. Але мусять бути крила, мусить бути покликання. Для мене покликання – це поєднання внутрішніх дарів із баченням ситуації, яку ти можеш закрити собою. Тобто Мойсей бачить… Ну це якийсь момент такий, що людина одразу розумів? Так, так. Мойсей в домі фараона. Росте 40 років. Бачить, б'ють євреї, єгиптяни. Що він робить? Він стає відповіддю на проблему. Він наривається на труднощі, але всіх реформаторів спалює. Це практика звичайна. Тому вони реформатори. І він стає, фактично, в покликання. Чому що він бачить потребу і в нього є ресурс внутрішній. Цю потребу закрити своїм власним, скажімо так, своєю власною дарами, талантами, скажімо так. Тому я бачу, що в церкві не працює недільна школа. Чомусь я це бачу, а інші не бачить. І я бачу, як можна було покращити це. І я даю пораду, включаю сам. Я бачу, що хор чи група, вона співає. Ну, я знаю, що там треба поміняти, щоб воно краще запрацювало. А іншим, їм все нормально, їм все добре, вони це не переживають. Так само в проповіді. Я бачу, що можна було б не так. Можливо б трошки краще. Якось з такої сторони підійти. Більше до людей. І я починаю це втілювати. І внутрішні бажання і таланти з'єднуються з зовнішнім запитом. Для мене це народжується покликання. Тобто, якщо є внутрішні побуждення, якщо є хоч якісь способності. Обов'язково. Тобто, що треба буде усовшенствувати, але внутрішні способності. І бачення потреби. Нужда. Нужда. І як люди розприймають, що воно працює. А інколи це може бути так не зовсім явно. Ми читаємо, Тимофій в нього був дар, і в нього було покликання. Але він не розвивається. Казав Юре, гітара вона є, але вона в неналежному рівні грає. Павло каже, працюй, розвивай, практикуй по трошечки. З тебе і з тебе. Тобто, крок за кроком. Тобто, наличие призвания не підрозуміють успіх твоєго служения, якщо ти не прилагаєш усилия, так? Ну от подивись на послання до Євреїв 11 розділів. Скитались там тих мілотях, козьих кожах. Були це люди успішні, або ні? Ну герої вери. Тобто, світський успіх, він не так вимірюється, як біблійний успіх. Подивись на Єремію, постійно плаче. Його не приймають. Єзикіюль. Ми подивились, думаємо, що це за служення? Що це за призвання? Може, я не там, де треба, а мені треба гуманітарка роздавати? А дивишся і ти розумієш, що це великий мужий Божий. Тобто, проповідь це не, знаєш, от мене похвалили, лайки поставили, от, мабуть, моє призвання, по-любому. Дивись, скільки я лайків набираю. Ну так, слухай. Там є Владимир Мунтян, за ним теж людей багато ходить. Ми не можемо це оцінювати саме так. Це не оцінюється. Хорошо, ну тоді питання, а чому, коли ми вже дивимося в отношенні тих служителів, які зараз практикують це, сьогодні, якщо ми говорим, що в человекі проповідій вноших сергейах не дуже високий, то от, почим компанδώлоustі не십 Panther, то, ч topping немає цього про ст按ниці, щоб люди не почачивали і одразу сказали, що в unas Everest не треба, спвид chairs, а ось цей, дуже видимиме уз Ländern, от духа святого, почему таке, ж таке ж є? Поманün Lenovoці не може бути багато. Не може бути? В истории церкви такого никогда не было. Есть отдельные люди, которые имеют надприродные, мне кажется, таланти для этого, дары. Допустим, тот же самый Чарльз Перджин. Король проповедников его называют в истории церкви. Джонатан Эдвард, Джон Буньян, Чарльз Финней. Это люди, которые родились не так часто. Потому что, понимаешь, большие речи, они в одни-ни, обычно. Ну, просьба, мы сейчас так договоримся, что все проповедники сядут... Нет, мы говорим про великие проповедники. Тобто есть уровень помазания тоже? Есть уровень, конечно. Дивися, почему нет много апостолов Павлов? Ну так, нужно сразу сделать их пять. И сразу весь мир проанализировать. До Африки, Австралии, и все. Но у Павла чего-то один, где-то так мало прожив. И умер мученицкой смертью. Почему нет пять Юриев, или пять Андреев, или пять операторов студии «Импакт»? Мы стараемся работать. Да, и мы стараемся с Юрой, напевно. Знаешь, почему велика «Монолиза»? Потому что она одна картина, чем Бетхова на симфонии. Правильно будет сказать совет, что ли, некоторым служителям, чтобы не всех так в очередь становить, да, проповедовать? Конечно. По мере веры, Библия каже. По мере веры. Есть момент, когда Бог тебя покликал для простого села. И твоя верность там, в том селе, для маленькой церкви, это ни чем не меньше нагорода будет, чем ты покликаний быть Билли Гремом для миллионов. Бо Билли Грем не был бы, возможно, успешным в том селе. Бо это не его покликание, на его люди, на его миссию. А кто-то покликаний суто для Индии, кто-то только для Мексики, кто-то для Сакраменто. И в него никогда ревень не пиде выше, а кто-то пиде. А может быть, наоборот, это от человека самого зависит. Даже если проповедник не сильно образованный, он ревнует, по православным духом стяжает, в постах пребывает, то Бог по-другому как-то повернет это слово. Это уже уникальный связок внутреннего бачения и желания. Но я думаю, это уже нужно решить не так, как мы сейчас говорим, как это работает, это работает индивидуально. И даже самих механизмов, как это работает до конца, мы не знаем. Ну как не знаем? Пост, молитва... Ну вот, говоря про помазание, мне вот пришел на память уже покиненный, но очень хороший брат Анатолий Клиновский, много кто в Украине его знал. И я вспомню, как он рассказывал, что одного раза после его проповедки до него приходит один брат и говорит, знаете, брат, есть два типа проповедников. Есть грамотные и не помазанные, а есть не грамотные, но помазанные. Ну и, конечно, так как Клиновский был богословом, человеком грамотным. Конечно, под какую категорию проповедников он подпадал. Ну, по крайней мере, с точки зрения этого брата. Мне понравилась ответа Анатолия Клиновского. Он говорит, брат, вы помираетесь. Потому что есть не два, а четыре типы проповедников. Еще есть грамотные и помазанные, и еще не грамотные и не помазанные. И мне кажется, знаете, вот такой подход, он выявляет, не знаю почему, что в наших словянских кругах очень часто помазание, оно как раз связано с неграмотностью. Если брат помазанный, ему то и освяти не нужно. Ну, хай вот эти непомазанные братики там учатся соби, потому что в них ничего больше нет. Да. Тобто я понимаю, что это антибиблейная и очень хибная позиция. Почему? Вот я хотел бы коротенько згадать, как працювало помазание в жизни Давида. Мы понимаем, что Давид был помазан на царя, еще до того молодым хлопцем на него пришел Самуил и вилив рога золивой. И вот только два момента из его жизни, на которые мы очень часто не обратим внимание. Первое – это его игра на арфе. Мы все понимаем, что Бог цю игру помазал так, что от Саула отходил злий дух. Но мало кто зауваживает тот факт, что до того момента, как Бог его помазал на игре на арфе, Давид годинами сидел, натирал на пальцах мозоли, напевно, там біля овечек, маючи час, и учился играть. Музиканти понимают, сколько это нужно прикласти усилий, чтобы выйти на такой уровень, чтобы в царском палаце сказали, что мы слышали, как Давид там играет, очень классно играет. То есть что делал Давид? Он тренировался, он учился, и этим усилием Давида содействовал Бог. Потому что помазание – это содействие, Божья помощь, Божья благодать. И вот тот же самый принцип я вижу в случае с Голиафом. Мы читаем, что Давид запустил и попал прямо в лоб. Безсумненно, что это был Бог. Я уверен, что Давид это не сделал своими здебности, своими какими-то навыками и так далее. То есть они тоже были. Но до чего я хочу подкрасить, что они были. Это совсем не означает, что Давид первый раз в жизни тримал в руках пращу. З контекстом мы видим, что он регулярно вчивался кидать камень из пращи. Пригадывайте, когда Саул хотел его одеть в свою зброю. Он говорит, что я до этого не привык. Он говорит, что я возьму то, чего я привык. А до чего Давид привык? До пращи. То есть снова тот самый принцип. Давид учится кидать из пращи. Давид учится играть на арфе. И потом эти здебности Бог помазает, чтобы над природным способом впливать. Могу сказать, что оно расширяет твои межи або горизонты служения. Он говорит, что ты изучишь английскую мову. Вот ты ее учишь, а Бог это же видит. И он тебе дает поле деятельности автоматически англомоны. Одновременно. То есть, ну, если ты китайскую мову не знаешь, ты же не поедешь миссионерам в Китай. Но ты же можешь сделать больше для Бога и быть покликанным в Китай. Когда? Когда ты начинаешь учить мову. То есть это работает всегда вместе. Не можно говорить, что только Бог або только я сам. Добавился покликания. Хорошо. Какова последовательность? То есть либо сразу призвание человек чувствует. Потом приходит помазание после того, как он тренируется. Или наоборот чувствует какое-то помазание к чему-то. И потом через это приходит призвание, как бы говорить. Что вот сейчас тебя ставлю проповедником. От я зрозумев свое покликание в процессе навчания. В процессе навчания. То есть ты начинаешь практикувати. Починается певный успех. Люди это бачить, пропонуют дальше давай. Step by step. Трошки еще вперед. От сюда зайди. Вот это возьми. Вот это попробуй. Давай тут до нас прийдешь. Тут. Ти бачишь, что тебе не хватает ресурсов. Ты дальше працюешь. Над собою. Вчишься. Дослежуешь. Я в служении освяти. Моя специальность такая. Ти пішов дальше. Допустим, получив степень магистра. Раз у тебя автоматически открылись группы для людей, которым ты можешь служить на высшем уровне. Служительские группы. Уже преподаватели. Да. А чему так сталося? Бог тебе туда завел? Да. Ну и я туда йшов. Розумеешь? Я ей так каже, Юра, ты просто крутишь свою арфу. Не розумеючи, что арфа стає частиною твоего покликанья. Ты учишь китайскую, ты учишь, не знаю, там, англійську. И автоматично твои зусилля и твоя праця розширяет и помогает даже фактически Богу, скажем так, вести тебя дальше. Он говорит, ты учишься на лекаря. Ты просто думаешь, ну, это же не моё. Это же не для Бога. Это же для себя заработать деньги. Вот такой Дэвид Линфюстон. Вин был лекарем. Но раптом он приезжает в Африку и видит, что он может этим помогать людям. При этом набагато эффективнее начинается проповедь. Потому что он помогает телу, когда тело начинает быть здоровым, люди готовы слушать тебя, потому что ты помог им. И вроде бы Линфюстон просто оздобувает профессию. Но эта профессия вводит его в покликание. Поэтому нам требует... Вопрос у меня возникает автоматически следующий. Если призвание свое, ты не можешь, можешь не всегда определить как бы сразу, оно со временем приходит. Есть ли что-то такое, что можно сказать, как человек может определить точно, что он не проповедник? Что он точно не призван проповедником? Тебе будет быть меньше, то ты скажешь. Ну, ты вообще-то поедешь. Ну, взагалі, знову я хотел бы вернуться до Якова, до Йерусалимской церкви. До церкви, в которой были проблемы, где хотели проповедовать те, кто до этого не был пригласен. Да. И снова у меня вопрос, кто эту справу, давайте так скажем, пробовал разрулить? Это не члены Иерусалимской церкви, это не дьяконы, там, не люди, которые подсказывали. Яков, который понимал, который видел, что, возможно, не все люди до этого покликаны, не все братцы должны там стоять. Я думаю, что это, что записано, это, возможно, что это не просто так. И мне кажется, ну, возможно, мы перекидываем ответственность на другую, но я вижу библейный образ, что это ответственность старшего пастора. Иерусалим с такими братами, конечно, это непросто, это нелегко. Можливо, помогли таким братам визначитися, какие их покликания, потому что покликания разные, функции разные. Павло пишет, как бы все было, как бы там, слух, то где бы был бы нюх, да, и так далее. Есть много членов, есть много функций, и мы должны признать, что Бог не покликал всех братцев до проповедей, Бог покликал до других многих служений, и просто это нужно доносить людям. Знаешь, чем проблема, что мы оцениваем служение и успех через призму сцени. То есть на сцене, то и в служении. Потому что батьки своих детей сядь в хор, потому что ты будешь в служении. А справа в том, что это абсолютно не иванецкий подход к служению, потому что оценивается служение не через призму дарев, а через призму сцени. Вот смотрите, мы там на любой член тела, который мы пальцем покажем, он имеет назву и функцию, но нет таких членов тела, потому что мы пока не знаем, что это рука, что это нога, еще не назвали. Почему послал Павло на разу использует для церкви две аналогии – это дим или тело? Потому что функция у каждого своя, в край важная, и она имеет свое имя и функцию. Поэтому вместо того, чтобы говорить, что у меня я допустим дар раздавал, и еще иногда я спеваю в хоре, мы ставим хор, как служение, хотя дару такого нет, даже в Евангелии – спевать в хоре, или рассказать в верши, или играть в оркестре. Это важная вещь, они нужны в церкви. Но дарев около 30, и они больше не публичные, не на сцене. Да? Да. Дарев прояву, там, прородства, их очень мало, там, сцелення, дар веры, дар знания, который даже ты можешь и не знать, что он в тебе есть иногда, но он работает, и ты тоже Духом Святым служишь церкви, потому что это Дух разделяет кому хочет. И он почему-то знал, что Юрию надо дать дар быть на сцене, а мне дать дар, чтобы я ему машину помил, или дать дар мне хорошего, плова хорошо готовить, и церкву кормить, или хорошо коммуникувать где-то в душопекунской работе. И это не абсолютно меньший уровень, или сильный, или менее духовный. Дух то же самое. Менее популярный, да. Дух то же самое, что Дух даёт, разделяючи, не как пастор хочет. И мы должны понимать, тут важный фактор, что разделяючи, как он хочет. Чому-то он мне это дал, чтобы я говорил. А у меня есть все в семье, мои брати, которые не проповедуют, и чому-то они служат финансами, кто служит так, кто служит своим домом, маятком. Вот мы читаем за Христом, которые служили ему своим маятком. Что это за жены? Без имени, без... Библия чому-то фиксирует этот момент. Одним ввершом. Ну, я еще згадал, один из моих профессоров рассказывал, мне очень запоминался его приклад, своего времени, когда он был старшим пастором одной американской церкви, он рассказывал випадок, как до него подошел один брат из его церкви и говорит, что я хочу проповедовать. Пастор говорит, что я очень рад. Он говорит, что чудово, мне в церкви потребуют проповедники. Он говорит, что я ему говорю, что это очень здорово, что вы хотите проповедовать, вот вам мой порядок. Приходите до меня в офис, скажите, когда вам лучше. Он говорит, что я в среднем годину молюсь в день. Он говорит, что мы вместе с вами помолимся годину. Далее я седаю готовить свою проповедь. Вы свою. У меня в офисе много допомяженной литературы, которую вы сможете использовать для подготовки своей проповеди. Он говорит, что я вам даже допоможу. Он говорит, что он на меня смотрит такими великими очами. Он говорит, что я его ни разу не видел в своем офисе. И, соответственно, ни разу никто не видел за кафедрою. До чего я все веду, что от так своего рода, можно сказать, это покликание. Если человек, возможно, хочет просто стоять за кафедрою, потому что, как ты, Дмитрий, говорил, ему выдаётся это популярным. Но когда он начинает понимать, что нужно делать перед кафедрою, насколько должен проповедник вести молитовное життя, вивчение Божого слова, сколько это нужно вкладывать, он на это не готовый. И это показник того, что он не покликаный до этого. Почему? Потому что человек, которая действительно покликана, она будет готова платить эту цену, и она будет готова это делать даже с радостью, потому что она чувствует, что в ней тут горит. А мой принцип, если проповедник говорит, что у меня нет времени на молитву особистую, у меня нет времени сидеть, купаться в Библии, ну, логично, ответственность это до уровня, что у меня нет времени проповедовать. Хорошо, уже когда мы перешли к такому заключительному вопросу, что нам надо делать, чтобы улучшить качество проповедей, начнем с того, обычная такая, самая обычная церковь, возьмем пример. Проповедник, многодетная семья, работает много, устает, работа там техническая, а времени хватает, чтобы только перед собранием пять минут. Какой совет можно дать, с учетом того, что это, ну, много таких проповедников у нас? Ну, попарше... Мы не можем сказать, что вы уходите не проповедите больше, то есть они уже проповедники, уже служители церкви? Это непростое питание, потому что тут график довольно, да, життя, он непрости, но, мне кажется, тут есть несколько моментов. По-перше, чи завжди нужно быть всем людям надто занятыми публичными проповедниками? Давайте будем чесными, ну, почему люди рвутся прямо на кафедру? Потому что у них есть слово реальное, что они просто хотят на кафедру, и будет впливать... Ну, как он служитель понимает, что служитель должен давать слово... Бачите, тут как раз система виплевает, что мы... мы... как сказал Тим Келлер, пора залишить эту думку, что работа это не служение, а служение это не работа. Что у нас иногда работа это не сприймается. Вот я приду в церковь, и начну Бога служить, знаешь, на кафедре. А проповедовать я могу только вот там, а чему не говорить про поведение? В других местах мы как бы не задаем вопрос. это вопрос. А с другой стороны, нам нужно менять подход к служению сегодня. В сегодняшних условиях нужно все-таки освободить ключевых служителей, когда церковь росте, для качественной, успешной проповедины. Я увидел, что без выделения реально времени, может даже на партайм, может даже два дня в тиждень выделить, чтобы разработать на уровне братства церкви. Давайте, братцы, двоих-трех этих людей, они более успешные. Мы видим, дари працуют, таланти працуют. Давайте поможем им. Для нашей же церкви это будет лучше. Да. Якусь минимальную поддержку. Хай они выделят суботу-пятницу для семьи, для церкви. И чтобы оно было эффективнее, если он бедный, прибегает с трака, с фрейма, что он уже сделает? Он бедный, уже ели ноги, как говорят, до хати принес. И еще, дяка Богу, что хоть что-то говорит, но что-то недостаточно. Что-то говорить, что-то и будет, но не будет качественного. Поэтому я бы менял бы подход. Я бы таким братам, конечно, очень сильно благодарил, что они делают что-то. Это большая жертва, что у них есть с семьи, у них есть работа, и при этом они еще не забывают про служение. Но впливать на историю, формулировать, я так думаю, уже дальше, все равно нужно менять сам формат жизни, если это возможно, конечно. И это не только брат решает, это решает церковь, которая его окружает. Ну да, есть многодетная семья, много работают. Была история с Джорджем Эдвардсом, он был очень обдарованный брат, и у него женщина была, очень мудрая женщина. И она видела, как Бог ее использовал, потужно, Бог пробуджение делает. И один раз он пишет, а он говорит, «Дорогая, нам нужно картошку выкупать на городе». Згадал, что это уже вражает, город. А он говорит, «Джордж, мы ее уже два месяца тому выкупали, пиши дальше, служи Богу». То есть она взяла на себя величезную долю работ, видячи, как Бог использует человека. И вот такие люди, которые видят с Бога, они цели. Да, мне хочется прокоментировать несколько моментов, что Андрей сказал. И мне кажется, вот тут два таких ключевых фактора. Первое, действительно, надо благодарить братам, которые делают, служат, им тяжело. Но мне кажется, акцент в этом вопросе мусит идти на церковь. Думаю, я прочитаю вирш, 1 Тимофея, 5 раздел, 17 вирш. Павло пишет, «А пресвитеры, которые добре пильнуют дела, нехай будут наделены по двойной честью. Особенно хочу сделать акцент на следующее. А на то тих, кто працюет в слове и науке». Ви никогда не задумывались, чому апостол Павло в данном контексте, когда он говорит, давайте будем ответить, что пресвитеров нужно поддерживать финансово. И он, даже среди всех других занятий служителя, он говорит, «Особенно поддержите тех, кто ведет в церкви навчание, кто ведет в церкви науку». Он говорит, что они делают? «Чому?» 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 «Я, особисто, один раз Чук говорит, что мы все умеем говорить, нужно дело». Я понимаю, что это говорят люди, которые никогда не работали по-справедному в слове и в науке. Почему? Потому что апостол Павло, который хорошо знал, скажем, физическую работу, он, 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 он знает, что такое construction, он знает, что такое служение слова. И это все, скажем, анализируючи, Павло каже, «Особенно поддержите тех, кто работает в слове». «Чому?» Потому что апостол Павло с собственного досвиду понимал, что работа слова, навчание, она сложнее, даже как физическая работа, там, строить палаты, или еще что-то. И поэтому, мне кажется, людям нужно осознавать, что работа проповедника, работа пастора, это сложная работа, это не легко. Хорошо, церковь может как-то помогать финансами, может быть, тоже взять на зарплату своих проповедников, а что еще можно? Или что обычный человек может делать? Для покращения проповедника? Да. Ну, я бы сказал, что нужно... То есть нужно ли подходить человеку и хвалить его, говорить, как он хорошо сказал слово? Потребно развивать церковную освоту, чтобы выявились еще и другие проповедники. То есть церковное образование должно быть? Именно не семинарское, а в первую очередь качественно, поза загальним зібраням, делать Bible study для того, чтобы залучать людей с другими, видеть их в момент дискуссии, вопросов, ответов. И Павло каже, знайди верных среди себя, им передай себя. Он говорит про определенную последовательность, поэтому нам нужно развивать не только себя, думать, а думать, ага, я, я могу это повлиять еще ширше, значит, когда я двух-трех помогу им, поднимусь, организую какие-то курсы проповедников, семинары. Я, например, провожу курсы для подлитков, их очень хорошо учить, когда они еще маленькие, привчать до людей, до сцены, до спикерства. Я бы сделал акцент на подлитках, особенно, потом уже молиться само собой, а сделать таки, степ-бай-степ, подлиткова школа проповедников, молодежная, старши братья, чисто их можно образовать. Именно для проповедников. Брат покинний Виктор Иванович Борошкевич, когда он был в Плескопривенскую область, он каждый год проводил, у него была Великая церковь в Рівном, так, как умеет, так, как знал, но каждый год было 50, братья, это проповед, это не говори, это лучше не говори, и это, знаешь, хай там даже один-два-три в рік, но они появлялись новые. И сейчас на них много молодых братьев, которые служат и не боятся людей. Это плюс. Ну и чтобы в кого-то не склалось неправильное вражение, да, что даже мы говорили за финансовую поддержку, вот как Павло пишет, он говорит за тех, кто уже працюет в условиях, знаете, что есть люди, которые, он сидит и чекает, ну, если вы мне заплатите, то нет. Павло говорит, если вы видите людей, которые уже работают, да, до чего я ведусь, что каждый проповедник, первое перед тем, возможно, как ожидать поддержку, он должен сам проявить и использовать те ресурсы, которые у него есть. а что это означает? Это, возможно, нужно соберезать годы на работе, да, это свой час, который я имею, это суббота, вечера. Да, все, что я могу, свое, отдать первое. Тобто, ну, я мушу это вкласти, и моя порада была бы для молодых проповедников, потому что самое первое, самое элементарное, что нужно, это час, мы все это понимаем. Знайди час, откажись от многих других вещей и вкладывай его в проповедь, вкладывай в вивчение Божьего слова, вкладывай в молитву особистую, в особистые отношения с Богом, читай литературу. Тобто, с этого мы можем начать, потому что, если я скажу, что у меня абсолютно нет этого времени, то его никогда не будет. Когда один сказал брат, принеси Богу свои пять хлебей от две рибки, чтобы было чудо. То есть, он их умножить, он их благословит, но дай Богу хоть то, что есть. Дай Богу свои маленькие ресурсы, свою маленькую рибку. О, Боже, вот это могу, могу ее выделить три годы, могу взять одну книгу в месяц, прочитать какую-то, чтобы расширить свое опознание. Но хоть что-то, потому что он не был ресурсов, он не хотел работать, ресурсы были, у него была хотя бы одна монета. Да, сделай две монеты. Так, братья, только один очень краткий вопрос, перед тем, как мы уже будем заключать. Если проповедник потерял это вот помазание, то есть он проповедовал, вроде знания есть, а вот уже нет духа силы, очень краткий совет, может быть, личный опыт какой-то. Расскажу, наверное, мне сразу история пришла на память, а был такой проповедник в 20-м столетии, Данкен Кемпбел в Англії, он проповедовал на островах. Через него Бог принес великое пробуджение в Англії. Есть даже книга написана про это, называется The Revival in Hebrides. И вот цикава история про него. Одного разу он видит сон, так как они проповедовали на улицах, в тот час часто. Он говорит, что в сне, я подошел до одного места, где я проповедовал, бачу, что собралось очень много людей. Натуп, и идет собрание, чую, кто-то проповедует. Он говорит, что я пристаю до этого натовпа, и не могу распознать голос. Я знал брата в околице, думаю, кто же это таки говорит. Забрание закончилось, люди начали расходиться. Он говорит, что я не верю своим очам, проповедовал сатана. Он говорит, что в сне я подошел до него, и говорю, что ты же сатана. Он говорит, да. Он говорит, что я не понимаю, что ты тут делаешь, проповедующий Евангелие. А он говорит, Данкен Кемпбелл, ты что не знаешь, что одна из моих мощнейших оружей это проповедовать Боже Слово без помазания. То есть, я считаю, что когда проповедник втрачает помазание, это серьезная проблема. И что надо делать? Надо, напевно, переставать проповедовать и закриваться в свою таймную комнату. До речи, я сгадываю, Давид Вилькерсон, он тоже одного раза свечил, у него был запланованный целый год поездки, конференции, и ему люди начали сказать, что Дэвид, у вас нет помазания. Он говорит, что я все скасировал, все планы закрив, и просто этот год посвятил с Богом, снова шукая этого помазания. Я думаю, что это чудовый изразок. Андрей, если можно, дополнить. Да, я думаю, как раз права в том, что духовное житие проповедника, оно складывается с самодисциплиной, самоосвитой, поединка, усамитнение – очень важная вещь. Христос ходил от людей. Я думаю, это важный момент, когда мы подзаряжаем батарею, потому что мы разряжены, мы не приносим. Поэтому я бы рад всем вам в этом вопросе разговариваться. Хорошо, спасибо. Благодарю вас, братцы, Андрей, Юрий. Очень приятно. Была очень нужная тема, необходимая тема. Если можно, по 30 секунд пожелания нашим уважаемым зрителям, служителям, какой-то кратенький совет. Ну, напевно, найперше, що я хотів би сказати, що ми всі розуміємо, що ми живемо в останній час, і як апостол Павло пише, що найбільша проблема останнього часу буде, або одна з найбільших, що люди не будуть приймати здорового вчення. І тому моє бажання для кожного проповідника, для кожної церкви – цінувати, шукати глибоке, біблійне і помазане вчення Слово Божого. Я би, друзі, порадив слово братті, проповідники, не обмежуйте своїми, самих себе, своїми власними досягненням, забуваючи заднє, треба рухатись вперед. В єврейській традиції є простий принцип, коли ти перестав вчитися – перестань вчити. Тобто не думайте, що ви вже досягли, не думайте, що все, що ми маємо, вже знаємо, забуваючи заднє, забуваючи вчорашню проповідь – нове Слово, нове пізнання, нове відкриття і новий рух вперед для Божої слави. Наступного року! Наступного року! Наступного року! Наступного року!